В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио шоу Первая Студия. Первая студия Первый Ярославский. Мы работаем в прямом эфире и сегодня разговариваем об одежде, о гардеробе, о том, как выглядеть стильно и красиво и всегда модно. И поэтому сейчас у нас в гостях замечательный человек, стилист, визажист, создатель авторской школы Виктория Клигман. Ну с кем бы мы еще могли поговорить о гардеробе, да, Леш? Да, Виктория, доброе утро. Я сразу хочу вам сделать, правда, комплимент. Вы очаровательны. Вы очень красивы. В 7.40 утра. В 7.40 утра, это правда. И знаете, я не то, чтобы я готовился, но у меня всегда к людям с такой профессией, как у вас, есть очень много вопросов. Да, и давайте я задам, наверное, самый первый. Ну поскольку у нас сейчас эра пуховиков, вот, кстати, в каждом районе города я замечаю, я бываю часто в разных районах города и замечаю, что, кстати, одеваются по-разному. Ну, вот, как вы считаете, у нас город модных людей, то есть вы часто встречаете модных людей на улице? Ну, встречаю. То есть есть они, да? Есть, конечно. А скажите... Много ли их? Ну, смотря с чем сравнивать, конечно. Ну, вообще, вот поскольку вы вышли и смотрите. Ну, они есть, они есть, да. Ну, нет, на самом деле, очень модных людей вообще в принципе не так уж много. Там трендсеты, пионеры, просто не каждый себе может позволить, чтобы мне внимание обращали. Вот, поэтому, ну, процентов, наверное, 15, может быть. Мне даже так сложно посчитать, я статистику не веду, но они есть, и на них взгляд падает, цепляет. Падает, ну, да. Тем более профессиональные. Там же, как и есть люди, которые очень немодные. А есть еще, знаете, такие жертвы моды. Ну, да, когда переборщили. О них я, кстати, тоже хотел потом поговорить. Виктория, скажите, пожалуйста, мне всегда, у меня наболел вопрос, он у меня накипел, и я каждый день просыпаюсь, думаю о нем. Кто, кто вот придумывает, что, например, красный цвет в моде, или, например, какой-нибудь бирюзовый, или вот что, например, вот стиль гранж, он будет в моде, там, 2017 года. Ну, я так образно говорю. Вот кто, кто эти люди? Ну, на самом деле, это есть такие неофициальные институты, которые занимаются изучением общественного мнения. Их услуги стоят очень дорого, их услугами пользуются все фирмы, которые бренды, вернее, кутюр, которые потом выпускают, так скажем, коллекции на подиум, вот, для того, чтобы они потом не противоречили, так скажем, ожиданиям населения. То есть все равно люди, по сути, и выбирают, да, то есть что будет модно? По сути, да, есть институты, которые этим занимаются изучением этого общественного мнения, так скажем. Есть институт Пантон итальянский, который изучает цвета, тенденции, которые, там, задает их, опять же, изучая общественное мнение, я так понимаю, не только общественное, но, видите, политическая ситуация. Все это, цвет, это же отражение нашего эмоционального. А вот сейчас, какой цвет в моде? Вот сегодня, какой цвет в моде? Сегодня, четверг. Ой, слушайте, их много. А вот самый прям, вот, вообще. Я не знаю, так вот, прям, вот, розовый. Розовый, то есть Леша, Леша молодец, Леша готовился. Розовый, фиолетовый, вот, я, на самом деле, не люблю, но модно. Ну, вот, как бы, да, фиолетовый, розовый. У нас сейчас звонят модные ярославцы, которые хотят попасть на модный концерт Аниты Цой. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Наталья. Наталья, хотим на концерт Аниты Цой? Очень хочу. Будем бороться, давайте. Будем. Точно очень хочет. Давайте. Какая ткань считалась самой модной в Европе 15 века? Шелк, бархат или вельвет? Шелк. Так, а еще, может быть, какие-то варианты у вас есть? Это был бы неплохой вариант ответа, но он, к сожалению, неправильный. Бархат. Молодец. Это был бы вариант ответа, бархат. И сейчас бархат тоже. И бархат сейчас, кстати, тоже в моде. Мы вас поздравляем, мы дарим вам билеты, трубочку не кладите. Сейчас у вас есть момент, прям секунду я себе позволю. Давайте, кричите и радуйтесь. Передавайте приветы. Дочка радуется сильно, пляшет. Все, спасибо вам огромное. Мы передаем вам привет, трубочку не кладите. Билет ваш честно заработанный. Я не подслушивала. Виктория, можно еще один вопрос задам? Конечно. Какие, причем, как бы из личного, пожалуйста. Как всегда. Что мне может, вот какие цвета мне подойдут, например, вот в чем вот вы бы меня видели? Сорочки. Так, ну вот достаточно светлые. Светловатое. Глаза зеленые. Вот, я думаю, оттенки такие спокойные, достаточно светлые должны быть, но не яркие, очень, такие не супер яркие, достаточно приглушенные. Контрастность низкая, поэтому сочетание черно-белого не ваш вариант, то есть скорее. Будешь как пингвин. Сирый, розовый, как раз то, что вам нравится. Сирый. Видишь, розовый вообще двой. Голубые, отлично. Такие с бирюзой немножечко, да. А я вот тоже светлая, мне получается то же самое? Мне тоже контраст не пойдет? Ну, женщинам проще немножко, потому что они могут себя тюнинговать там и окрасить. Тюнинговать? Слово такое? Ну, это правда. Не битая, не крашеная, да. Да, и цвет волос и так далее. Женщина может себя просто изменить до неузнаваемости. Я, допустим, видела женщину, которая выглядела просто как Леопатра, а на самом деле она была блондинка с голубыми глазами, но она насколько все изменила, что вот. Поэтому я думаю, что вам-то можно понасыщеннее тянуть и тоже. Все, я теперь буду насыщеннее. Виктория. Кроссовки, джинсы и рубашка, это нормально? Кроссовки, джинсы, ну, обычно. А, ну все, я обычный. Он так расстроился. Виктория, а теперь мы хотим и с вами поиграть. Удобно, самое главное. А Виктория любит кроссовки, я видела, и кеды тоже. Ну, это модно сейчас. Да, понятно. Это такой тренд, который надолго. Давайте поиграем. Виктория, давайте мы с вами сыграем чуть-чуть, да? Давайте. Поскольку мы вчера вместе с Ксюшей и Сережей Воронином придумали для вас небольшое задание. Вот как обычно идет модель по подиуму, ее как-то, ну, бывает такое, что... Комментируют, что сейчас цвета у нее такие-то, в тренде таком-то, ее обувь сочетается с ее заколкой на волосах, ну, в общем, вот прям вот-вот-вот. Мы вам подобрали, естественно, не в моделей, а очень даже не моделей. Это стиль трэш для меня. Это прямо трэш и вот такой какой-то деревенский гламур. Сейчас на телевизоре появятся картинки, и нам с вами быстро нужно будет прокомментировать этот образ. Но гламурно. Вот, пожалуйста. Так, что у нас там? Там такие какие-то... Я, к сожалению, могу подойти посмотреть? Так, нет, подойти... У вас будет, к сожалению, не слышно, там две девушки в розовом. И в мехах. И меховые шубы, белая и розовая. Ну, тут сочетание теплых и холодных оттенков. Меня немножко сапоги пугают там какие-то такие. Меня не только сапоги пугают. Да, вы знаете, слишком нарядно. Слишком нарядно. А вот это слишком? А вот это. Вау. Спасибо. Следующая фотография. Здесь просто вау. Вот. Вот это вот отлично, прям, я считаю. Ну, знаете, вот эти шлёпанцы, ну, просто, мне кажется, что это Adidas, по-моему, или что-то такое, да? Ну, вообще, вот такого рода шлёпанцы, они были достаточно модные. То есть человек в стиле и в тренде сидит? Ну, пыталась. Следующая. О! Вот это прямо модница. Слушайте, ну, это такие фрики уже, но на самом деле с ними жить веселее. Но у неё какая-то помада в цвет штанов, я считаю, или комбинезон. Очень актуальна. Да? Ну, да, просто это люди, которые делают наши жизни веселее. И ярче, да? Да, 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 да. И кандибобер вот этот на голове. О! Как бы этот стиль вы назвали? Вот этот. Ну, типа, вы знаете, какой-то Одесский Дэнди. Одесский Дэнди. И по-любому его зовут Валерия, я чувствую прямо отсюда. В общем, модный-модный человек. Ну и... И вот Клеопатра, пожалуйста. Одесская. Ну, тут, знаете, надо вовремя остановиться. Стиль «Надо вовремя остановиться», заключила Виктория. Мейкап, я считаю, вот на высоте. Спасибо, Виктория. Вы очаровательны. На самом деле это очень-очень здорово. А с нами сейчас была Виктория Клигман, стилист-визажист, создатель авторской школы, прекрасная женщина, прекрасный человек, который 7,40, может выглядеть так, как мы с Торховым вместе за 100 лет выглядеть вообще никогда не будем. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия».